Привет, дорогой зритель! Сегодня я хочу поднять такую важную тему, как ресурсы, чтобы меняться. Я часто получаю какие-то комментарии, письма и комментарии от моих клиентов, которые говорят, что очень сложно что-то изменить в своей жизни. Поэтому мне хочется в данном видео немного в эту тему погрузиться, поразмышлять, и если у вас какие-то тоже есть размышления на эту тему, предлагаю это обсудить в комментариях. На самом деле у всех у нас есть заложены ресурсы, которые нам нужны для развития, для существования, для жизни. Просто есть фактор того, что, первое, то, что нам могут мешать наши старые какие-то психотравмы, которые не закрыты. Второе, это неправильное использование ресурсов, расточительность какая-то. И, в-третьих, то, что мы не понимаем, что мы хотим. То есть мы не видим свою интенциональность, да, то есть мы не выявляем свои потребности, не идентифицируя, не понимаем, куда мы идем. Когда мы не понимаем, куда идем, конечно же, силы не прибавляются, потому что непонятно вообще, куда идти. Это как будто вы идете по дороге, а потом она вдруг становится очень много дорог, да, то есть там появляется очень много дорог, миллионы дорог, и вы не понимаете, куда идти. Но если у вас есть уже намерение какое-то в голове, ваша интуиция подскажет вам, куда идти. Если вы думаете, что у вас не хватает поддержки, у вас нет ресурсов, вы не только психологически, но и физически чувствуете, что вы не можете, не вывозите, устали, то очень важно попросить о поддержке, да, вообще научиться просить о помощи, о поддержке. Это может быть что угодно. Если вы умеете просить о помощи, то это говорит о вашей психологической зрелости. То есть вы понимаете, что вы не такой, я все смогу, я все сам, да, вы понимаете, что вы можете попросить о помощи, когда она вам нужна. Какая помощь нужна, когда вы меняете, да, вы встаете на путь каких-то изменений, да, самопознания. В этот момент, конечно, очень важно заручиться психологической поддержкой вашего психотерапевта, если он у вас нет. Если у вас нет в окружении тоже какой-то поддержки, тоже очень важно выстроить какие-то отношения с психотерапевтом, которые будут с вами идти на определенный промежуток времени. Также очень важно попросить своих близких, которых вы можете, да, это могут быть ваши партнеры, братья, сестры, друзья, родственники, коллеги, не знаю, кто угодно, кого вы можете попросить. Если у вас есть хоть один человек в окружении, который вам может эту поддержку обеспечить, то это уже будет прекрасной и небольшой поддержкой. Следующее, это очень важно организовать среду, то есть среда на вас очень сильно влияет. Если вы, среда я имею в виду физическая, если вы живете в каком-то постоянном трэше, на бардаке, то, естественно, это тоже влияет на ваше эмоциональное и физическое состояние. Поэтому так важно выстраивать свою вот эту физическую среду тоже. То есть вам важно убраться в своей комнате, не знаю, какие-то расслабляющие свечи поставить, да, музыку какую-то приятную слушать. Может, чайные церемонии кто-то делает, да, вот эти прекрасные у меня есть подруга, которая чайными церемониями занимается. Это прям такая своего рода медитация. Следующее, это важно организовать поддержку своего тела. Если ваше тело не вывозит, то вы и жизнь не вывозите, да. То есть тело – это единственный, по сути, инструмент, самый важный, благодаря которому мы живем в этом мире и реализуемся. Если вы не организуете поддержку своему телу, то в вашей жизни постоянно будет какой-то упадок. То есть ваше тело должно быть здоровым, полным сил. Как эту поддержку организовать – это, конечно же, хороший сон. То есть если у вас есть какие-то хронические болезни, постоянно их мониторить, смотреть, чтобы все было стабильно. Хорошее питание, прогулки на свежем воздухе, какой-то спорт, который вам нравится. То есть все в меру, все в балансе, которое поддержит ваше тело. Следующее, это очень важно поддержать ваше ментальное состояние. Кроме психотерапии, это можно сделать посредством информации, которую вы поглощаете. Информация – это такая же еда, которую вы уложите в себя. Если вы смотрите какой-то трэш все время по своему телефону, читаете какие-то новости, которые вы не выдерживаете, или смотрите какие-то бессмысленные видео постоянно. Я не говорю, что их не надо смотреть вообще, но если вы все время какой-то мусор листаете, конечно, в вашей голове будет мусор. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша информационная среда тоже была поддерживающая. Подпишитесь на какой-то паблик, где вдохновляющие цитаты, или интервью каких-то вдохновляющих людей. Читайте книги, которые вас вдохновляют. То есть тоже себя снабжайте этими нутриентами через информацию тоже. Представьте, что вы такой прекрасный цветок, который вы хотите взрастить. Чтобы взрастить цветок, вам нужно приготовить почву, посеять туда семена, поливать его, подумать, где поставить, чтобы его не продуло, или слишком много света не было. Представьте, что вы такой свой проект. Если вам это непонятно, заведите цветок, купите цветок и посмотрите, как за ним заботиться. Это будет такой наглядный вам пример о том, как можно о себе позаботиться. И здесь очень важный момент. Когда вы купите цветок, хорошее упражнение, вы увидите, что вы не видите, как он растет. Вы вот так вот не можете 24 на 7 сидеть и смотреть, как цветок растет. Так и вы. Вам важно понимать, что прогресс не происходит вот так. Прогресс происходит постепенно. И если вы не видите рост цветка, это не значит, что он не растет. Так и про себя. Если вы не видите какой-то прогресс, но делаете поступательные, последовательные движения, шаги, действия, это не значит, что вы не растете. Вы точно растете, просто этого не замечаете. Перестаньте себя обесценивать и начните более по-доброму относиться к себе. На это видео подходит к концу. Надеюсь, оно вас вдохновило меняться, не бросать этот путь, вытачивать свой камень, отшлифовывать свой алмаз, глубже погружаться в самопознание. Хочу, чтобы на вашем пути вам встречались люди, которые будут вас вдохновлять, вам будут поддержкой. Надеюсь, это видео тоже посредством такой моей интенциональности стало поддержкой. Спасибо, что смотрите меня, спасибо, что вы со мной. Тоже рада быть частью какого-то вашего пути. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте поднимать уровень осознанности вместе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok